Житель Златоуста пожаловался на условия в местной больнице. Туда госпитализировали его родственника. По словам мужчины, в городской больнице номер 2 Златоуста дедушку его жены лечили в неприемлемых условиях. Старые тумбочки, ржавые кровати, матрасы в пятнах. Именно в такой обстановке находился 73-летний пенсионер, по мнению родственника. Это такая больница Златоуста. Как рассказывает мужчина, родственнику вызвали скорую из-за трофических язв на ногах. Вот такую вот машину нам предоставили для перевозки тяжелого больного. Вначале его привезли, как положено, в городскую больницу на улице Дворца В1, так как именно там находится гнойная хирургия. Там долго продержали, сделали перевязку и без объяснений отказали в госпитализации. И вот тогда скорая помощь повезла его в этот ад на Карла Маркса, так еще и в терапевтическое отделение, где нет хирургов и никто не знает, как это лечить. Там дедушка пробыл неделю, его состояние ухудшилось. По словам главного врача городской больницы Златоуста Екатерины Паутовой, для помощи больному были предприняты все необходимые меры. А врачи принимали решение, исходя из осмотра и состояния здоровья пенсионера. Пациент был доставлен бригадой СМП в приемный покой круглосуточного стационара номер 1 к Бузгородской больнице города Златоуст 14 июня в 20.35. Осмотрен дежурным хирургом. Показаний для госпитализации в отделении гнойной хирургии на момент осмотра не было. Пациент находился в терапевтическом отделении номер 4 к Бузгородской больнице города Златоуст с 14 июня. Был осмотрен хирургом. В связи с отрицательной динамикой 22 июня переведен в отделение гнойной хирургии. А это другой житель Златоуста. Он также поделился фотографиями коек, на которых спят больные после операций. Что касается вопроса обеспечения постельными принадлежностями, в медучреждении сообщили, что после обязательной обработки в дезинфекционной камере на матрасах остаются пятна. В Минздраве добавили, если у пациента остаются жалобы или претензии к медицинскому учреждению, его просят обратиться с соответствующим заявлением в Министерство здравоохранения Челябинской области.